Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас снова приветствовать на площадке полевого города региона Север компании «Сингента». Сегодня мы находимся на полевом городе. Напомним немножко о географии. Это Пензенская область, Спасский район, хозяйство о Дубровке. На нашей площадке расположено 8 сельскохозяйственных культур, возделываемых по традиционной технологии региона. Сегодня 16 июля 2020 года и кукуруза у нас находится в стадии выметывания. Мы можем видеть такую замечательную метелку, которые будут видны буквально через день-два на 100% растений. И, как ни сегодня, наиболее объективно и качественно можно определить эффективность системы защиты и действия каждого препарата на кукурузу. Сейчас я предлагаю пройтись по делянкам и посмотреть разницу в применении и работе препаратов. Для начала я хотел бы продемонстрировать контрольный участок, где не было обработки ни одним гербицидом, и попробовать оценить возможность потенциального заселения сорной растительностью. Здесь мы видим огромное количество сорняков, которые в буквальном смысле душат кукурузу. Мы можем видеть то, что контрольный участок отстает значительно в росте и развитии, тогда как основной массив практически выкинул метелку. Контрольный участок продолжает испытывать дефицит питания, солнца и влаги. И в буквальном смысле сорная растительность душит культурные растения. Коллеги, вот такую картину мы можем увидеть на поле, если совсем не обрабатывать посевы кукурузы от сорняков. Здесь практически представлены все злостные сорняки, щелица запрокинутая, горцы, марь белая. Марь достигает практически метра в высоте горцы. Ну, в основном, основной спектр сорняков. И сейчас мы пойдем посмотрим различные варианты обработки в защите кукурузы от сорной растительности. Коллеги, первый вариант, который бы я хотел представить вашему вниманию, это вариант применения препарата Illumis в дозировке 1,8 литра на гектар. Препарат применялся в фазу четвертого леса кукурузы. Норма рабочего расхода составила 200 литров на гектар. И сегодня, анализируя состояние кукурузы и состояние чистоты посевов, мы можем убедиться в высокой эффективности данного препарата. Два действующие вещества, которые содержатся в препарате, позволили в значительной мере снизить засоренность посевов кукурузы. Мы видим незначительное количество злаковых сорняков. Сосевов присутствует в юнок полевой, который буквально на протяжении двух недель болел и после прошедших дождей отошел. Но в целом состояние посевов нам говорит о том, что препарат обладает высокой эффективностью по всему спектру сорной растительности. В портфеле компании Сингента есть продукты, которые имеют регистрацию как на почвенное применение, так и ранее-послевсходное применение. Это препарат Люмакс. Предлагаю пройти на делянку Люмакса и посмотреть, оценить его эффективность. Итак, коллеги, мы с вами находимся на делянке кукурузы, обработанной препаратом Люмакс. В данном случае у нас гибрид раннеспелый ситалисман под обработкой Люмакс. Обработка проходила в фазе четвертого листа кукурузы 5 июня. И мы можем с вами увидеть вот такую картину. Наша работа тоже не исключает ряд ошибок. В данном случае ошибка, я считаю, уже пользуясь в обработку. В фазе четвертого листа злаковые сорняки переросли в значительной степени. И препарат, скажем так, не смог дожать данные сорняки. В условиях 2020 года, скажем так, злаковые сорняки имели значительную устойчивость. Достаточное количество влаги позволило сорнякам перебороть стресс от применения гербицида. И сорняки в буквальном смысле отошли и продолжили свою вегетацию. Здесь мы видим в общей сложности только злаковые сорняки. В основном это щетинек сизый. Вот такая ошибка у нас получилась в сезоне 2020 года. Ну и признавая свои ошибки, я хотел бы, скажем так, сравнить с контрольным участком. Мы можем видеть огромное количество сорняков, отставание в росте и абсолютно здоровые вегетирующие растения кукурузы. Другими словами, ошибка не была критичной, тем не менее препарат свою роль сыграл. И кукуруза нам даст неплохой урожай. Друзья, препарат LUMEX имеет, как я уже сказал, не только фолиарную, то есть раннее после всхода его применения, но и имеет регистрацию на почвенное применение. И в данном случае я хотел бы вам продемонстрировать вариант защиты кукурузы при до всходовом применении. Другими словами, 9 мая 2020 года посевы кукурузы были обработаны препаратом LUMEX в дозировке 4 литра на гектар и с нормой расхода рабочего раствора 200 литров на гектар. Сейчас мы можем с вами видеть эффективность работы препарата. Прошло 70 дней. На мой взгляд, эффективность просто великолепная. Препарат сработал на 99%. Видим значительное количество венка полевого, который присутствует в междурядях. Часть, скажем так, вылазит из щелей, часть пробивается в рядках. Но особого вреда данный сорняк нам уже, скажем так, не принесет. И результат, на мой взгляд, просто великолепный. И сейчас я хотел бы продемонстрировать еще один вариант почвенной защиты кукурузы, предлагаемый компанией Сингента, который находится буквально напротив нас, и мы можем его оценить и потрогать, скажем так, руками. В данном случае мы видим вариант обработки посевов кукурузы препаратом Garda Gold. Препарат носился также до Всходова, 9 мая, в дозировке 4 литра на гектар, с нормой расхода рабочего раствора 200 литров на гектар. Мы видим также достаточно высокую эффективность, абсолютно чистые рядки. Есть небольшое количество злаков, которые пробиваются сквозь щели, которые образовались после высыхания почвы. Но в целом препарат также сработал великолепно. Эффективность, на мой взгляд, где-то в районе 99%. Коллеги, как показала практика прошлых лет, в системе защиты кукурузы также важную роль играет защита посевов от вредителей. Для мониторинга наличия чешуи крылых вредителей мы используем вот такую феромонную ловушку на данном участке, которая сигнализирует о наличии вредителя на посевах. В сезоне 2020 года в фазу 8-9 листьев нами были установлены вот такие ловушки, куда помещены феромонные приманки на хлопку и совку. Буквально в течение двух дней появились 2 бабочки хлопковой совки, после чего было принято решение обработать посевы препаратом Амплиго в дозировке 0,3 литра на гектар. Обработка проводилась фоново. По эффективности данной обработки мы попробуем определить ее в момент уборки урожая и поделиться с вами данной информацией. Коллеги, подводя итоги, анализируя проведенный нами обзор различных вариантов системы защиты кукурузы от сорной растительности, можно с полной уверенностью утверждать, что каждый из вариантов имеет право на жизнь и обладает достаточно высокой эффективностью по сорной растительности. Сравнивая с контролем, каждый из приведенных нами вариантов показал достаточно высокую эффективность от 85 до 99%. Другими словами, культурно полностью защищена, отсутствует фитотоксичность на культуре и я думаю, мы получим достаточно неплохой результат. Выбираем продукты компании Сингента. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова